Слава Богу! Я хочу кратко говорить на тему работа Духа Святого в верующем. Конечно, Дух Святой работает и с неверующими людьми, Он объемлет весь этот мир, но Дух Святой работает и в верующем. Конечно же, некоторые грани всего лишь мы затронем. Написано, что Духа истины мир не может принять. Это Иоанна 14 глава. Иисус сказал, что Духа истины мир не может принять. Как-то однажды наш епископ рассказывал, встретился он с замполитом, который в тюрьме работает. И замполит говорит, слушайте, как бы ваши методики перенять для работы в тюрьме? Мы готовимся, мы там конспекты эти пишем. Спят заключенные, когда мы им рассказываем о жизни. А ваши верующие придут. Дети маленькие рассказывают стихотворения, плачут заключенные. Как бы перенять ваши методики? Этот епископ говорит, знаете, что если я вам кратко сейчас расскажу в коридоре за 20 минут, вы ничего не поймете. Хотя бы года три вам надо походить в церковь, и тогда вы поймете эти все методики. Мир не может принять, но мы блаженный народ, что Дух Святой произвел в работу в нас. Дух Святой работает с неверующими, Он обличает мир, написано о грехе. Дух Святой приводит к духовному возрождению человека. Вы помните, Никодим однажды пришел Иисусу, и Христос сказал, что надо родиться от воды и духа. Посмотрите, если человек не возрожден, он не может попасть в Царство Небесное. Но Дух Святой, Он Дух Жизни, Он животворит из мертвого в живое. Недавно был экзамен в воскресной школе, подростки, которые выпускались, сдавали экзамен, и вот там такие есть вопросы. Крещен ли ты Духом Святым? Ответ – да. Возрожден ли ты? Ответ – нет. И вот такое вроде как богословское противоречие возникает. А как в мертвом человеке, если это невозрожденный человек, Он говорит, я невозрожден, как в мертвом человеке живет Дух Жизни? Как в мертвом живет живое? Дух Святой призван животворить. И Он работает с неверующими людьми, возрождает их, дает им новое творение, новую жизнь, и впоследствии поселяется в них уже внутри. Что делает Дух Святой в верующем человеке? Если мы говорим о неверующих, то Дух Святой обличает мир о грехе, ведет к возрождению, ведет к новой жизни. Но что делает Дух Святой в верующем человеке? Первое – Дух Святой крестит. Есть крещение Духом Святым. Деяние 1 глава с 5 стиха. Иисус говорит, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Иисус говорит к ученикам, к апостолам, которые уже уверовали в Него, они уже имели веру в Христа, и говорит, вы будете крещены Духом Святым. Вы помните, Павел ученикам говорит в Ефесе, это Деяние 19 глава, 2 стих. Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Вот простая евангельская истина. И посмотрите, 6 стих Павел возложил руки, мы читаем дальше. Не шел Дух Святый и стали говорить иными языками и пророчествовать. Простая евангельская истина – крещение Духом Святым со знамением, говорение на иных языков. Мы это видим в Писании. Я помню, когда я был таким уже старшим подростком, молодежи, можно сказать, мы знали, понимали, научены были в церкви, что нужно крещение Духом Святым. А как его получить? Где это найти? И вы знаете, мы слышали, как-то вот услышали молодежи, что в Риге Господь крестит Духом Святым в церкви на домашней группе. Нас собралось человек 10-15, наверное, и младшая, и старшая такая команда. Мы сели на этот поезд, тогда еще не было границ, не надо было эти все таможни, визы получать. Мы сели на поезд, преодолели это расстояние, и в будний день попали на простое собрание ячейки, как мы называем, или домашней группы. И в это простое вечернее время Бог крестил меня Духом Святым. Я о чем хочу сказать? Когда мы нуждаемся, мы тогда начинаем искать. Когда мы ищем, мы платим определенную цену и получаем просимое. Конечно, с нашей стороны это чего-то стоит, надо приложить было силы, поиск, цену за билеты заплатить. Но с Божьей стороны Дух Святой даром, спасение даром, Дух Святой даром. Вы помните царедворец когда-то, у него сын был болен. Он услышал, что Иисус есть, который исцеляет. У него была нужда, сын при смерти. Он начинает искать. Царедворец ищет Иисуса, он находит, он платит определенную цену. Вы помните, что даже не день ему надо было в пути быть, на другой день. То есть достаточно длинная дорога, он платит определенную цену. Но в конечном итоге он находит, находит и получает просимое. Даже, братья и сестры, простой такой бытовой пример. Если мы находимся в магазине с корзиной, с тележкой ходим, что нас туда двигает? Нужда, кушать хочется. Есть нужда, нужда переходит к чему? К поиску. Мы начинаем искать продукты, мы готовы цены определенную заплатить за эти продукты. И в результате мы получаем то, что мы ищем. Когда мы ищем Божьего, мы можем получать. И вот библейская истина состоит в том, что Бог крестит Духом Святым. Зачем духовное крещение? Ну, во-первых, так Господь определил. Можно сказать, зачем хлебопреломление, зачем водное крещение, в воду входить, чтобы там все люди видели, окунаться туда, выходить. Зачем все это? Господь так определил. Господь установил, Господь определил крестить Духом Святым. Когда мы крещены Духом Святым, это дается нам также для личного назидания. 1 Коринфянам 14,4 мы читаем. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает кого? Себя. То есть мы духовно строим самих себя. Дух Святой дается нам также крещение Духом Святым для ходатайства. Римлянам 8 глава, 26 и 27 стихи мы читаем. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Итак, мы видим, что язык Духа – это язык молитвы, язык ходатайства за себя и за других. Погружение в Дух Святой дает нам более прославить Бога, более возможность поклоняться Ему, желание прославлять Иисуса, желание пребывать в Его Слове и в молитве. Итак, Дух Святой крестит у веровавшего. Посмотрите, что еще делает Дух Святой? Он освящает верующего. Он реформирует верующего к святости. «Без святости никто не увидит Господа», как в евреям написано, «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». И мы читаем это в 1 Петра 1, 2, «по предвенедию Бога Отца при освящении от Духа». Мы видим конкретно, что Дух Святой освящает. 2 Фессаллики 2, 13, там тоже фраза встречается, «через освящение от Духа». Как Дух Святой освящает верующего? Как Дух Святой освящает верующего? Братья и сестры, один из методов Дух Святой говорит. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Не так давно мы собрались на встречу сотрудников двух реабилитационных центров. У нас обычно проходит время сначала духовная часть, мы слушаем Слово, молимся какое-то время, потом начинается деловая часть, разбираем какие-то текущие вопросы. Пригласили мы на эту встречу сестру сосуда с нашей церкви. И вот выслушали Слово, начали молиться, пошла молитва, и вдруг заговорил Дух Святой. И Дух Святой начал обличать, начал говорить о проблемах, о недостатках, о грехах начал говорить, чистить начал Дух Святой. Можно сказать, ну вот, и опять покаяние, да? Не верующих зовет к покаянию, и верующих зовет к покаянию. Но Дух Святой, Он же Дух истины. А истина, она должна установить истинное положение вещей. Хорошо, вы собрались молиться Богу? Хорошо. Все пред Господом предстали? Хорошо. Но истинное состояние вещей состоит в том, что вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь надо поправить. Вы помните, что Иисус о чем проповедовал? Покайтесь, приблизилось царство. Апостолы о чем проповедовались? Покайтесь, докреститься из вас, каждый во имя Господа Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Другого пути к освящению нет, как через покаяние. Мы занимаемся социальной работой, не так давно столкнулись с властями. Они говорят, ну так вы благотворите этим людям, вы оказываете им милосердие, но зачем покаяние? Вы оказываете помощь. Любой пастор скажет, что а без покаяния ты не окажешь эту действенную помощь. Это первый шаг. Если ты оденешь человека, а он невозрожденный, неверующий останется, что пользу ты ему не помог? И поэтому Господь обратился к нам вот с этим предложением покаяния. И когда мы Дух Святой слышим, что Он говорит, и правильно реагируем, потому что можно ожесточиться и сказать, нет, не буду, не признаю. То есть каяться, когда можно, первый шаг к покаянию, когда человек признает, признает какую-то вину. Если мне говорят, покайся, а я говорю, за что мне каяться, я этого не делал, за что мне каяться? Но если Дух Святой это вскрыл, и я признаю, что это так, то первый шаг к покаянию – это признать, что да, Господи, я виновен, я грешен, прости меня. И посмотрите, Дух Святой не просто чистит, да, как бы так, обличает, Он же ждает и выход. Когда мы вот это сделали, Господь дальше наставлял, ободрял. Что толку, если я пришел к хирургу с нарывом таким, и он начинает меня гладить по шерсти, ободрять, вдохновлять, так я и помру с этим нарывом. Но хирург опытный, он возьмет скальпель, вскроет, удалит, а потом уже начнет перевязывать. Вот что-то похожее работает Дух Святой верующим, когда он освящает. Он вскрывает истинное положение дел, он ждет какого-то ответного шага с моей стороны, и потом он уже дает свой пластырь, дает свой елей. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Посмотрите, Авраам, вы помните, он был уже такой престарелый отец, Авраам. У него был уже взрослый сын Исаак, и был в его доме старший раб. И Авраам, как отец, посылает этого старшего раба за невестой для жениха. Дух Святой ведет нас на брачную вечерю Ангца. Вот этот старший раб пошел, пошел на родину, взял эту невесту и ведет к жениху. И Николай Петрович уже сегодня говорил об этой функции Духа Святого. Дух Святой, он ведет невесту к своему жениху. Представьте, если бы нам на брачном пире поручили сказать, вот проведи невесту к жениху. Это такое трепетное, отец обычно ведет, такое трепетное состояние, но если ты уже ведешь невесту ответственный, чтобы не замазалась она, чтобы она без пятна, без порока, чтобы непорочная была, чтобы не похитил никто по пути, Дух Святой ревнует о нас, чтобы представить нас чистую деву, непорочную нашему Иисусу Христу. Поэтому Он и освящает нас. Он не хочет, чтобы мы попали на этот брак Ангца в небрачных одеждах, потому что туда не попадешь, в этой одежде, все равно будешь выброшен вон. Поэтому Он ревнует о нас и освящает нас. Если мы послушны Его голосу, то мы меняемся и преображаемся в Господен образ. И третье, что делает Дух Святой? Он наделяет нас силой. Вы читали, и мы читаем. «Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями». Также помните, ангел сказал Марии, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Всегда Дух Святой и сила, они идут как-то вместе. Для чего сила? Для чего человека накачать силой? Эта же сила должна как-то проявиться. Не просто я вот сильный, накачался силой, лежу на диване, ничего не делаю, мне нужна сила. Сегодня в некоторых странах решают, чтобы оружие разрешить, легально разрешить людям носить наружу. И то власти, смотрите, а кому можно разрешить? Кому можно дать эту силу, которая может убить человека? Но когда мы говорим о духовной силе, то проявление Духа дается куда? На пользу. На пользу. Для созидания, а не для разрушения. И Дух Святой и сила, они взаимосвязаны. Если эта сила не реализована, то человек страдает. Вот, например, сила любви. Человек любит, но она не реализовывается, и человек страдает от этого. Дух Святой дает верующему силу, дары дает, служения различные дает. Для чего это? Для того, чтобы мы возрастали сами духовно через это все, чтобы мы служили другим людям и чтобы мы служили погибающему, миру. Слово «примите силу и будете мне свидетелями» в оригинале переводится «и будете моими мучениками». Получив силу, возможно, придется и пострадать за Христа. Вы помните, как закончили жизнь апостолы, которые получили силу Святого Духа, но практически все из них, они умерли мученической смертью, они стали вот этими свидетелями, они стали вот этими мучениками. Итак, подводя итог, братья и сестры, работа Духа Святого в верующем. Во-первых, Дух Святой крестит у верующего, во-вторых, Дух Святой освящает верующего, и в-третьих, Дух Святой дает силу верующему. Крестит. Мы можем проверить себя, имею ли я крещение Духом Святым, имею ли я вот это обетование, которое Господь обещал. Вы помните, ученики были послушны. Господь сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, они проявили послушание, они пребывали в молитве, они имели единое сердце, и Господь послал им то, что обещал. Освящает, имею ли я плод Духа, я могу себя проверить. Писание говорит Ефесинам 5,9, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Когда мы читаем Галатам 5,22, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – Дух Святой освящает. Имею я ли вот этот плод Духа? Вы знаете, иногда Бог, ну, как будто написано, Святой да освящается еще, какими-то порциями, частями проводит в нас вот эту освящающую работу. Если я прихожу к стоматологу, например, и все уже запущено, 10 зубов надо лечить, 5 вырывать, 5 лечить, то стоматолог вряд ли возьмется всю работу сразу сделать. Возможно, он скажет, что давай сегодня два зуба, а там вот назначим тебе еще прием, а потом еще прием, а потом еще прием. Но стоматолог имеет цель конечную, чтобы весь, все мои зубы были отремонтированы. И представьте, если я взбунтуюсь на середине процесса, не пойду уже на следующий прием, хватит мне уже, коронки примеряют потом, с чем я останусь? Вот когда Дух Святой освящает верующего, ведет к этому духовному плоду, нам важно проявлять послушание. Святой, да, освящается еще. У Бога есть цель, чтобы этот плод, он пребывал в нас. И также Дух Святой дает силу. Имею ли я эту силу? Работаю ли я для Бога? Потому что если я просто для себя прошу силу, то это неэффективно. Господь дает силу для того, чтобы работать для Него. Мы стоим перед молитвой. Я приглашаю, чтобы мы преклонили колени. Поблагодарим Духа Святого за Его работу в верующем и в каждом из нас. Аминь.